В пятницу 3 июня православные христиане воспоминают равноапостольных царя Константина и матери его царицу Елену. Они жили в 3-4 веках. Римская империя в то время была разделена на две части – восточную и западную. Каждый управлял император и его соправитель. На востоке Диоклетиан и Максимиан Галерий преследовали христиан, а на западе Максимиан Геркул и Констанций Хлор проводили политику веротерпимости. Жена Констанция, царица Елена, была христианкой и воспитывала сына Константина в духе уважения к вере. После смерти царя в 306 году на престол взошел Константин. Правители западной части Римской империи решили низложить и убить его. Однако Константин в ряде воин с помощью Божией разбил всех своих противников. Через несколько лет император издал эдикт о веротерпимости во всей империи. Равноапостольный Константин возвратил из ссылки исповедников христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. После 300 лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру. По инициативе императора царица Елена отправилась во Святую Землю. Там в 326 году милостью Божией она поспособствовала обретению Животворящего Креста, на котором был распят Спаситель. В Палестине святая царица приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери от следов язычества и воздвигла там христианские церкви. Животворящий крест святая Елена отдала на хранение патриарху. Часть святыни взяла с собой для вручения императору. В Иерусалиме она раздала щедрую милостыню и устроила трапезы для бедных, во время которых сама прислуживала. Затем святая царица возвратилась в Константинополь, где вскоре скончалась в 327 году. В конце жизни царь Константин принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Отошел ко Господу святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых апостолов в заранее приготовленной им гробницей. За свои великие заслуги перед церковью царица Елена и царь Константин названы равноапостольными.